Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Маркет», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по продажам новых домов в США в 14.00 по GMT. Собственно, больше выделить и нечего. Но сегодняшняя торговая сессия – это разминка перед крайне насыщенным, фундаментальным, с точки зрения релизов, завтрашним днем, потому что завтра нам предстоит проанализировать блок американской статистики, первичные заявки, заказы товара длительного пользования, годовые данные по ВВП. А под закрытие недели в пятницу нас ожидает еще индекс цен расходов на личное потребление, который остается одним из основных и наиболее предпочтительных индикаторов для Федрезерова в оценке текущей ситуации с инфляцией. Поэтому, несмотря на то, что волатильность и сейчас остается выше средних значений, я думаю, что самые интересные движения этой недели нас только, друзья, ожидают. Поэтому обязательно контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. И еще раз, если у кого-то есть пробел с пониманием, что такое риск-менеджмент и как правильно соблюдать его, можете обратиться к вашим персональным менеджерам и вам окажут самую профессиональную и компетентную помощь. Ну что, индекс доллара 99.95. Я с большим удовольствием, друзья, констатирую текущее значение, потому что это точно уже доказательство того, что мы были правы, когда сделали ставку на ослабление американского доллара из-за тех условий, которые складывались, и поскольку своевременно спрогнозировали неизбежное смягчение американской монетарной политики даже масштабными темпами, как, собственно, и произошло. Индекс доллара должен закрепиться теперь ниже психологической планки 100 пунктов, и я надеюсь, что сегодня-завтра это точно произойдет. Поэтому американская валюта получит дополнительное дальше ускорение на фоне, который всем известен. Помимо того, что американский регулятор уже снизил ключевую процентную ставку, мы знаем то, что в планах Ведрезерва до конца года скорректировать ее еще дважды на каждом из заседаний в ноябре и, соответственно, в декабре. Но, как приятно, друзья, сейчас спекулируют на идее того, как далеко может зайти американский регулятор в масштабе снижения процентной ставки в ходе того же самого ноябрьского заседания. И в этом нам помогает разобраться старый добрый инструмент FedWatch Tool. Сегодня уже вероятность того, что американский регулятор снизит процентную ставку в ноябре на 50 баксов, составляет 61%. И я был абсолютно уверен в том, что эта вероятность значительно выросла, просто посмотрев сегодня на котировки индекса доллара. Если трейдеры продают американскую валюту, значит, они готовятся к такому же нисходящему рай. По долговому рынку доходность американских облигаций, которые, в свою очередь, отражают настроение американского регулятора и планы, которые касаются основных параметров денежно-кредитной политики. Что касается чиновников американского регулятора, у нас была возможность в последние дни послушать Гулсби, Кашкари и Бостича. У них общая риторика то, что американскому регулятору нужно снижать процентную ставку, потому что текущий уровень ставки оказывает давление на домохозяйство, и условия, которые связаны с сохранением дезинфляционного тренда и ухудшением, ухлажением рынка труда, не сохраняются. То есть ФРС должен корректировать политику в соответствии с тем, что сейчас происходит в плане фундаментальных. И мы как раз эту точку зрения тоже транслировали. Я озвучил вам основные причины. Точнее, даже транслировал то, что было сказано Джеромом Паулом на его сначала выступлении в Джексон-Холле, а потом уже на пресс-конференции по факту решения по снижению ставки на 50 байсных понтов. База для снижения доллара отличная и сохраняется. Нужно получать как можно больше слабых отчетов. И параллельно, друзья, давайте смотреть за FedWatch Tool и делать ставку на еще больший рост вероятности, смягчение американской монетарной политики сразу на 50 байсных пунктов. Золото 2661 доллар за тройскую унцию, максимум 2670. Наверное, не нужно повторять, что мы в очередной раз работаем с историческими максимумами. Золото продолжает обновлять эти рекордные отметки с завидной регулярностью. В частности, это происходит практически каждую торговую сессию с конца прошлой недели. Помимо доллара, трежились сантименты, которые также указывают на то, что восходящее движение может продолжиться, конечно же, фактором роста золота остается рост напряженности на Ближнем Востоке. Опять же, участники рынка, аналитики допускают то, что к конфликту может присоединиться Иран. Это одна из самых доминирующих сил, скажем так, в регионе. И если это произойдет, то география этого конфликта станет еще шире со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому рост геополитической напряженности, событий на Ближнем Востоке, позиционирование макрофондов, мне кажется, оно достигло исторического максимума как раз потому, что институционалы и центральные банки закупают сейчас золото из-за крайне высокой степени неопределенности. Добавим сюда еще и политические подтексты и предстоящие выборы в США. Понятно, что может быть даже правы. Те аналитики, которые видят это золото на отметке 3000 долларов за тройскую унцию к концу этого года. Кстати, мне очень интересна ваша точка зрения. Считаете ли вы, друзья, что это реалистичный сценарий, что золото может добраться до такого высокого уровня? Евро против доллара 1.12. Текущие котировки тоже мы ждали, что евро восстановится до новых локальных максимумов. Евро продолжает игнорировать макроэкономическую статистику. Слабые провальные отчеты по индексам активности в производственном секторе сферы услуги еврозоны и основных стран ЕС не долго сохраняли пессимизм на рынке. Опять же, мы понимаем, что на евро влияет доллар, европейская статистика сейчас игнорируется. Ну а если все-таки делать акцент прежде всего на европейскую статистику и опустить сейчас доллар, то я полагаю, что рынку куда больше интересна тем будущих действий Европейского центрального банка. И ранее, когда ЕЦБ смягчил монетарную политику, снизил ключевую процентную ставку на 60 базисных пунктов, были сигналы о том, что есть ожидания роста инфляции под конец года, что, соответственно, позволит отсрачивать именно срок следующего смягчения европейской монетарной политики. Может быть, рынку сейчас импонирует эта идея, поэтому на контрасте действий ФРС и ЕЦБ сейчас, конечно же, больше оснований и условий для того, чтобы держать эти длинные позиции и ждать по евро новые максимумы. По британской валюте, как мы ожидали, рост продолжается, мы уже близко к нашей долгосрочной цели 1,35. Я не думал, что мы так быстро к ней приблизимся. Но трейдеры отыгрывают, опять же, решение Банка Англии, спекулируют на идею того, что Банк Англии займет в ожидательный и осторожный подход. Вот, собственно, это также прокомментировала глава Банка Англии Бейли. И понятно, почему инфляция базовая продолжает расти и темпы роста заработных плат остаются на высоких значениях. И в таких условиях, конечно же, лучше британскому регулятору, как и ЕЦБ, наверное, не торопиться. Что касается других инструментов, австралийца против доллара 0,6885, текущие котировки, цель 0,70. Друзья, тоже мы, скорее всего, к ней придем раньше, чем думали. Решение Резервного банка Австралии вчера по ключевой процентной ставке, ставка та же, 4,35%. Но если сделать отсылку на комментарии Мишели Буллок, главы Резервного банка Австралии, то в целом ее точка зрения, что регулятору нужно сохранять высокий уровень процентных ставок и продолжается проводить жесткую монетарную политику, потому что только это может ограничить дальнейший рост инфляции и обеспечить возвращение индекса потребительских цен к целевой отметке. И Буллок снова повторил, что не ожидает снижения инфляции до целевого уровня раньше конца 2025 года. Я абсолютно с этим согласен. Поэтому, друзья, кто знает, может быть, все-таки созреет регулятор на еще одно повышение процентной ставки и поможет нам заработать на вот этом восходящем ралли. Доллар-франк 0,8420 – очень интересная валютная пара. С точки зрения фундаментального фона логично делать акцент на дальнейшее ослабление американской валюты. Но, на мой взгляд, франк и его укрепление зашло настолько далеко, что Национальный банк Швейцарии может начать проводить интервенции. Скоро состоится заседание Национального банка Швейцарии из-за того, что инфляция в Швейцарии снизилась до 1,1% в годовом выражении. Я думаю, что это создало условия для дополнительного смягчения экономической политики и снижения ключевой процентной ставки на 25 байсных пунктов с 1,25% до 1%. И если это решение будет принято, а может быть, даже Национальный банк Швейцарии попробует обсудить более масштабное снижение ставки, как это сделал ФРС, то, конечно же, в этой связи давление на франк усилится. И пара доллар-франк, которая сейчас находится вблизи важной психологической поддержки, может продемонстрировать коррекционную динамику. В этом дуэте активов я бы, друзья, как и раньше, я сохраняю рекомендацию и прям мотивирую вас искать точки входа с точки зрения длинных позиций, потому что, на мой взгляд, потенциал роста этой валидной пары остается колоссальным. И что касается американского фондового рынка S&P 500, 5780 пунктов, мы идем к нашей цели 6000 пунктов на старом добром фоне. Идея стимулирования экономической политики в виде более низкой процентной ставки и продолжающегося снижения доходности американских облигаций. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.